...посылали во весь Советский Союз, в Российскую империю, когда посылали знать, кто платил налоги, они довели лицо этого места Москвы, был Йосеф Акилов. Еще ему давал документ, что он гражданин города Самаркад, что он может за них отвечать, они платят такси или нет. Приезжают они теперь проверка. Здесь мой дедушка всем говорит, закрывай, закрывай, закрывай. В те времена ворота в магазинах не были, друг у друга не воровали люди. Просто стоял карпет, ковер. Мой дедушка, прадедушка, ваш прадедушка, он всем говорил, поставьте ковер, я скажу, что вы ушли на Минхо. Он дает большой донейшер на такс. Они идут, ацпел он давал на лицо, он говорит, он пошел на Минхо, он пошел на Минхо. И всех он так спасает. И люди не платили налоги, потому что он был давал на лицо. Мы же китайские налоги, мы же бадаш. Это же кидрит. Сейчас же микрофон у меня в руках. Что становится, что становится, братья, 10 братьев. У меня есть дома книга, 1912 года. Ученики Рабийцха Крабин, своих учеников имена пишет. Один из них Азарьо Акилов. У меня эта книга есть, хотите, я вам могу показать. Это очень-очень знаменитые люди. Они в те времена уже по 18-19 раз на поезде отправлялись в Москва-Самарканд. Уже друг друга видели. Рубен видел, а Бог говорил, что и на взы. Уже не то, а что, учи, как первый раз. Что и на взы, хорошо, там нормально, да, окей. Как будто они уже пошли куда-то, как Джамайка, пойти пяти пешком. Вот так они уже привыкли ехать в Москву. А знаете, вопрос, почему мою девушку назвали Шох? И почему Любавич больных людей послал в Саварканд? Лев Леваев, у него книга есть. Любавичи написали книгу в 60-х годах. И там написано вот так. Рубен Любавич, не этот, его амак. Когда больных людей видел, что были неизлечимы, он садил их в поезд и сказал, иди в Саварканд, человек с красной бородой тебя вылечит. Мой дедушка, Рубен Акилов. Почему? Ответ такой. Почему он стал шоу вообще? Они, братья и друзья, проезжали в Москву, все богатые парни. И вдруг самый из них по богатству, можно сказать, средний был Рубен, мой амак. Мой дедушка. Что становится, они все заходят в синагогу Марии Роше, что тогда была Мария Роше. Заходят в синагогу, все они бросают один рубль цедака. Мой дедушка открывает свои деньги, самую большую купюру бросает, сто рублей. Они говорят, Рубен, ты на наш класс, самый средний, маленький средний. И ты такой сумасшедший. Он сказал, ты, Борис Хасшердон, ты король, ты шоу. Отсюда пошел, шоу, шоу, шоу. Но Любовичский рэм, московский, с ним тогда познакомился. С ним познакомился. Он говорит, ты, говорит, цады, которые... Я буду людей, если не могу лечить, я буду тебе посылать. И он посылал Артука и суда. Даже Лев Левай, когда книгу написал, в этой книге это тоже написано. Я вам скажу вот так. От имени моего отца. Были большие гаммины в Самарканде. Лев Левай, его дедушка, зовут Левиев. И Млохио, Моломанахэм, разные-разные. Млохи из Кайков. Он брал Малкут на эры в Йон-Ки-Фур. Он говорил, вы все большие мамины. Но я хочу, чтобы меня Малкут бил в Голубейнахиде. Вот свидетель. Точно. А теперь... Да, да, да. Пожалуйста. Пожалуйста. Человек, кто-то на горке, ами Болото, прабого, дедушка. И Млоиосем Болобоо, первый русскоговорящий среди буханских, это был Йосем Болобоо. Вы не забудьте, всегда вы не говорите это. Вы должны подчеркнуть. Млоиосем Болобоо, да. Я не знаю, как будто он пророк смысл, что он делает. Все люди своих детей ставили учиться в Ишиво, и начинается гимназия опять. Русская империя делает, чтобы в Узбекистане учились на русском. И он открывает славянский язык тогда. И он открывает русские школы. Мой прадедушка Йосем Болооо, от всех детей он посылает в Голубейн, своего сына, учиться русский язык. Знаете, что он делает? Мой прадедушком стал момент, люди не успевали учиться в школах, после войны, во время войны. Они не знали русский язык, и они приходили моему дедушку, чтобы он писал письма. И вдруг были люди, слушайте внимательно, очень интересная фраза, сейчас будет смеяться. Были люди, у них 7-8 детей, а отца забирают на войну. А он должен писать письмо Сталину. Вы знаете, сколько было там строчек в этом письме? Пять или шесть. Все писали длинные и длинные письма, никому от этого не приходило. Мой дедушка писал 4-5 строчки. Один его напарник, который тоже пишет письма, он говорит, Робе, что ты 4 строчки пишешь? Он говорит, Московский Вахдоро. И на коробке, на миске, что они писали? Розвольны, отвергаются наши письма. вообще ошибка? Как мой дедушка писал, мы уверены, что вы нам поможете. Теперь один мужчина, он в Самарканде жил, он полностью одевался, все-все как Сталин. И он хочет развеститься со своей женой. Это история от моего отца. Он был свидетель мой папа. Все становится, этот Сталин, он когда молодой, он мужчина здоровый, приходит моему дедушке, около 40-50 лет назад, и говорит, пиши письмо моей русской жене. Не дай Бог, одно слово давишь, я тебя избью, ни копейки не дам. Он здоровый, ничего невозможно сказать, здоровый он. Мой дедушка говорит, не хочешь, что я ничего не могу сказать? Окей, давайте я буду писать. И он пишет, Валя, ты такая, 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 и он говорит, что ты нечистый человек. А потом мой дедушка одно говорит, как ты с собой муки нет. Он говорит, да, да. А потом мой дедушка что-то говорит, нечистый, хонанги, а кончанги. И так, надо ходить поясу. А в те времена, письмо, слово 50-коме, говорит, надо ходить поясу, куличные нависи. Одно слово, все так, тут же перефиксил. Все становится. Одну историю расскажу.